Добро пожаловать в инфосферу! Представляю вашему вниманию список фильмов, похожих на пришельцев в доме. Для быстрой навигации по списку фильмов, используйте тайм-коды в описании. Вен. Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способностями? Вот только Веном симбиот совсем недобрый, и договориться с ним невозможно. Бос Молокосос. Это актуальная во все времена история, для взрослых и детей рассказывается от лица 7-летнего брата, новорожденного фантазера Тима, который ревнует его к родителям. Но главный герой совсем не простой ребенок. Он обладает лидерскими задатками, уже носит деловые костюмы, и во всем видит бизнес-задачу. Ташки 3. Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен. Легенду гоночного трека Молнию Маккурина. Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах. Однако победы даются ему уже не так легко, а конкуренция становится все жестче. Смешаки. Легенда о Золотом Драконе. Выдающийся ученый и его команда отправляются в самое сердце диких джунглей, где их ждут опасные приключения. Слепые туземцы и расхитители гробниц, до зубов вооруженные гаджетами. Холодное сердце. 2013 года. Когда древнее предсказание сбывается, и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев – принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный Ален Свен – отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений. Встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог. Морской бой. Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но уверены ли мы, что хотим его получить? Что если пришельцы потенциально опасны? В 2009 году на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар Митчелл, побывавший на Луне, сделал сенсационное заявление о существовании внеземной жизни. Теперь мы знаем – контакт не просто возможен, он неизбежен. В поисках сакрального знания группа ученых отправляется в самые темные и неизведанные чертоги Вселенной. Именно там, в отдаленных мирах, находясь на пределе своих умственных и физических возможностей, им предстоит вступить в безжалостную сватку за будущее всего человечества. Хищники. Наемник Ройс невольно вынужден возглавить группу профессионалов, выполняющих загадочную миссию на неизвестной планете. За исключением опального доктора, все они хладнокровные убийцы – наемники, гангстеры, осужденные и участники отрядов смерти – людские хищники. Но когда их начинают систематически преследовать и истреблять невообразимое чудовище, становится очевидно, что теперь они в роли своих жертв. Трансформеры. В течение многих столетий две расы роботов-инопланетян, автоботы и десептиконы вели войну, ставкой в которой была судьба Вселенной. И вот война докатилась до Земли. В то время, когда силы зла ищут ключ к верховной власти, наш последний шанс на спасение находится в руках юного землянина. Единственное, что стоит между несущими зло десептиконами и высшей властью – это ключ, находящийся в руках простого парнишки. Обычный подросток Сэм Уитвики озабочен повседневными хлопотами. Школа, друзья, машины, девочки. Не ведая о том, что он является последним шансом человечества на спасение, Сэм вместе со своей подругой Микаэлой оказывается вовлеченным в противостояние автоботов и десептиконов. Только тогда Сэм понимает истинное значение семейного девиза Уитвики – «Без жертв нет победы». Крыс Рэми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Рэми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Рэми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадают и юные лингвини. Все, на что он может рассчитывать – это должность уборщика, но он тоже получает свой шанс. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!